Иногда нам не хватает рук, поэтому с защитой от Тинькофф звонок от мошенников или спамеров прервется сам. Подключите мобильную связь от Тинькофф и будьте в безопасности! Привет! Я, конечно, понимал, что эта машина очень много произведет фурора и ажиотажа среди вас, но я не думал, что она столько. Вы просто порвали комментарии. Два года назад сгорел паркинг, а она до сих пор здесь стоит. И самое главное, что эта тачка еще культовая, это BMW 8. Да! Запустилось! Работает! Ее можно либо оставить и продать в будущем на 2 миллиона дороже, либо прямо сейчас ее на 700 тысяч дороже она уйдет прямо сразу. Вот прямо сейчас. Разумеется, у меня, как и у вас, начала за эту машину болеть душа. Я думал, что же с ней делать? Но! Появился один человек, кому я все же решился продать эту машину. Когда я услышал эту историю, ну меня разъебало, честно. Я такой, да. Вот я просто тут дело уже не в деньгах. И я такой, похрен, там, за, даже не за 2, за 1,9 миллиона, я говорю, забирай. Потому что я просто хочу посмотреть, что из этого получится. Такого еще никто никогда не делал. Вы готовы узнать эту крутую историю? Внимание! Я эту машину продаю 10-летнему ребенку. Одну минутку, я точно не ослышался. Все, ей хана. Она вообще не ехала. Она пристала ехать просто и все, и не запускается. Блин, ну что за хуйня-то? Вторая БВ в моей жизни. Это повторяется всегда. Да, сука, заткнись ты! Бензин есть? Может быть. Да, похоже на бензин. А датчик не работает? Ну, датчик тебе показывает, что есть бензин. Короче, продал за 1,9. Походу, блин, придется дешевле отдавать. Не доехал. Не доехал чуть-чуть. Я не понимаю, конечно. Вот как можно взять такую машину, допустим? Жуки. Смотри, сколько красных жуков. Не, я ничего, конечно, против культовых тачек не имею. Но знаете что? Это должна быть машина у вас, ну, вот какой-то там, не знаю, второй, третий, которая просто стоит и радует глаз. Вот ездить на таких тачках, вот серьезно, не рекомендую. Мне кажется, нормальная машина для жизни, она должна быть вот максимум там 5-летняя. Вот 5 лет машине, она еще нормальная. Она не делает мозги. Все, что старше, вот да. Лучше, я не знаю, кредит взять. Но, по крайней мере, ездить на машине, на которой вы просто проблем не будете знать. Сейчас, вон, у Тинькофф банка, тем более, есть вообще офигительные условия по кредиту. Просто берешь тачку, катаешься, ездишь и вообще, и ты самое главное, что ты не тратишь потом деньги на сервисы. Блин, это дешевле получается. Кредитный лимит до 8 миллионов рублей. Вот представьте, до 8 миллионов рублей, что можно купить? Например, вот смотрите, вот здесь картинки появились, да? Вот эти тачки все доступны до 8 миллионов. Почему бы нет? Вы никак не зависите от банка. Вы машину выбираете сами, новую или бэушную, там, с пробегом. Причем не нужно никаких справок о доходах, поручителей. Просто нужен только паспорт. И все. Банк пришлет решение по заявке в тот же день. Деньги сможете получить сразу. Причем вы можете купить машину, а оставшиеся деньги, которые вам даст банк, вы можете потратить на страховку, на колеса, на оборудование, на тюнинг. Если хотите, банк даже за вас проверит машину по базам. То есть, там, по базам ГИБДД, по базам судебных приставов, по банковским базам и так далее. Короче, такие машины ввязываетесь только тогда, когда вы ценитель, когда у вас много денег и когда вы понимаете, что с ней делать. А если вам это не нужно, то не парьте ни себе мозг, никому. Просто, вот, выбираете тачку, воспользуйтесь автокредитом. Ссылка, кстати, в описании будет. Тогда можете перейти, все условия почитать и подать заявку. И все. И проблем у вас не будет больше. Так что все. Пользуйтесь, ребята. Тебе кто-нибудь говорил, что ты на Леху Щербакова похож? Да. Это Леха Щербакова, брат, короче. Это они так видят, это. Ну, то есть, я же не такой. Я шучу. У тебя даже голос похож. Бля, я просто не влезаю. Ну-ка, пошути, Чень. Не, я не такой шутник. Бля, а что он такой? Смуседарый? Да, не знаю, а что тут вроде... Блядь, это на соляру похоже, Жень. Ебаный, брат. Да нет. Серег, нужен экспертный нюх. Да на бенз похоже. Я просто не знаю, как соляра пахнет. Мне кажется, бензин такой и есть. Да нет, давай, не. Если что, я не предела. Это просто в гараже стояло. А у него есть дизельная машина? Нет. Все, значит, не знаю. Вот, Макс нам помогает. Макс это водитель мальчика, который подпугал у нас машину. Ну, как бы там такая запутанная история. Смотрите, дальше все поймете. Можно. Что-то не хватает все равно. Все, бустер в аварию упал. Сейчас 200 секунд подождем. 200 секунд, да. Я же точно говорю, Леха Щербаков. Как же делали бензине? Мне кажется, да. Свечи, форсунки. Ну, это я так говорю. Не набирает оборот? Кажется, я сэкономил 400 тысяч рублей. Только что. В доле? Ладно, ну чуть-чуть. Так, все, мы подъезжаем. Что-то для меня какой-то волнительный момент. Я ни разу не продавал вот так машину, честно говоря. Ну, я даже не представляю, как вообще, типа, взаимодействовать с ребенком. Как вообще. На самом деле, это история о воспитании детей. О правильном воспитании детей. Чтобы твой ребенок реально добивался поставленных целей. По жизни двигался правильно. Здорово. Погодите. И теперь тоже, погодите. И сейчас тоже, погодите. Так, ну что, собственно, это Денис. Вы могли его, знаете, как пилота и владельца команды фреш-авто, да? Да, да, фреш-авто дрифт. Вот, в дрифте они участвуют. Помните, мы продали ему машину в Дубае. Помните, Ниссан Z, короче? 270 Z. Да, да, да. Было дело. Все, спасибо. Спасибо за тачку. С обрядами дела. Спасибо. Ну, заработали? Да. Ты рассказал уже эту историю? Да я не рассказал еще. Я не знаю даже, как это. Пока ничего не знает. Честно говоря, я не знаю, как это рассказать, понимаешь? Я пытался как-то, но там, короче, когда начинаю говорить, еще больше вопросов появляется, но нет ответов. Типа, как это объяснить, я вообще не понимаю. Давай, мы как-то попробуем с ним поговорить. Что у Лука? Нравится тачка тебе? Ну, да. Дело в том, что Лука у нас с раннего детства очень увлечен предпринимательством. Он начал зарабатывать деньги вообще непонятными способами. Что-то хочет, постоянно созидает, создает, куча жиг мечтает купить. Постоянно у него какая-то такая идет делимая полемика. И плюс он фанат машин. Прям реально фанат. Я правильно говорю? Да, конечно. Он фанат тачки. Когда я видел, как он дрифтил. Это же вообще... Я наблюдаю за все это. Я, с одной стороны, как бы хочу его поддержать. С другой стороны, вроде не хочу перегнуть палку, чтобы это было все как-то аккуратно. Но в целом, одна из самых главных идей предпринимательства – это уметь рисковать, не бояться рисковать, делать какие-то смелые шаги, смелые действия. Потому что самое главное в любом деле – это действие. То есть действие – это всегда люди боятся. Многие говорят, но не делают там. Говорят, но боятся. И вот моя задача, мне кажется, как отца – попробовать, пощупать, насколько сын готов к каким-то супер смелым проектам. Что-то я так волнуюсь. Ой, пипец. Вот. Тоже нельзя. Лука, ты готов купить эту машину? Скажи серьезно. В смысле? Ну, в прямом смысле готов я купить? Сколько? А сколько у тебя есть? Ну, 250 тысяч. 250 тысяч. Вы прикиньте? Вот, сколько тебе лет? 10. 10 лет, 250 тысяч. Сам человек заработал. Вы можете себе представить? А ты как заработал? Ну, я из отелей брал всякий мыл, для начала продавал. А потом накопил на аппарат для сахарной ваты и крутил вату. Да, это был у него супер проект. Он решил купить аппараты, типа, боялся для него такой был риск. Он накопил там 20 тысяч на него, купил. И дальше вот он продал ватт. Ты получается на... Потом еще в акции это все вложил. В акции? Да. Чего? Сколько ты на акциях? 30 тысяч заработал? 40. 40. Ну, вот акции ему 40 тысяч принесли. Мне вот папа твой сказал, что ты хочешь зарабатывать на тачках. Ну, я уже купил двойку. Я сейчас ее перепродавать буду. Да, он двойку купил. Такий? Он хотел себе уже прям купить. Что ты там хотел правой рукой купить? Уже все. Правой рукой я Альтезу хотел себе. Не, не Альтезу. Вот этот, который Ниссан. Ты уже все прям договаривался, списался. Он сам договариваться? Да, он сам списался уже с покупателем, с хозяином. Все, цену. Мне говорит, все, поехали, просто седем и я куплю. Славный, малый. Ну, короче, идея такая. Смотри, сынок. Я тебе готов дать займ 2 миллиона рублей. Ровно 2 миллиона. Естественно, возвратные деньги. Это не подарок тебе никакой. Дальше смотри, какая история. У тебя есть свои 250 тысяч, правильно? Да. Ты можешь вот эти 2 миллиона, у тебя там хвостик останется. Посмотри на состояние этой машины и попробуй сделать с ней что-то, что ты считаешь нужным и перепродать ее. Вообще способен ли ты с этой задачей справиться? Как ты считаешь? Ну, а потом. Наверное, да. Надо попробовать. Надо попробовать. Это самая правильная фраза, попробовать. Я родился в Казахстане, в очень маленьком городе 30 тысяч. И там, ну, я прям реально где-то лет с 10 понимал, что просто жопа. Ну, то есть прям реально тяжело, не знаю, что делать. Я реально с 10 лет думал, что я буду делать, как я буду жить. Я вот 12 лет начал первые деньги зарабатывать, там, бутылки собирал, потом там, муку таскал, продавал. Ну, ты тоже, короче, рано начал двигаться, да? Я первую машину в 15 лет продал на втором рынке. Первую машину продал в 15 лет и дальше пошла движуха. Где-то в 17 лет я начал зарабатывать, я шишики продавал, ГАШ-66 тоже покупал в деревне, их там подделывал чуть-чуть и продавал. Сказал шишики? Это название такое, да? Ну, ГАШ-66, да. То есть ты тоже с тачек начал посадить? Ну, да-да-да, вот, это было в 17 лет. Чё-то как будто бы по двух есть где-то. В смысле, что она нехорошая? Ну, блин, надо её на подъёмник вообще поднять. Похороший. Но тебе она в целом, да? В целом, да. Ну, во-первых, её надо отполировать. Может быть, хотя тут вот так диски нормальные. Диски ещё лучше поставить. В салону чё? За шишки. Перешить, то есть, да? Да. Ребёнок в 10 лет покупает машину. Тем временем я. Сосулька висит. И я за сосулькой. А ты нормально? Ты видишь дорогу-то? Может быть, как-то поднять? Ну, как поднять? Я уже максимально поднял. Серёга, может, ты отъедешь? Ну, так, чисто просто. Если тебе нужен как бы S-класс. Ну, знаешь, вот сейчас меня это сломало. Ломает мозг, да? Просто откридеть на механике. Он там развернётся и приедет сам, да? Да, да, развернётся, он вообще не держит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Такая рычит, рычит, рычит на нутравочке. Заезжай. Ну, чё скажешь? Федя достойно. Ха-ха-ха. Она трётся, я заметил. Ну, может быть, да, не идеальная тачка. Кстати, в натуре трётся. Можешь, конечно, взять 22 миллиона и не покупать у меня эту машину. Как бы потратить на что-то другое. 50 этих машин для ваты. А чё, франшиза? Сеть, сеть. Сеть, сеть. Ватная сеть. Ну, короче, смотри, сам думай. Я подожду. Если чё. Лука, смотри, вот бабки. Они в кармане были? Ну, нет, я их принёс. Не то, что прям были, но я заранее подготовил. Это твой первый стартовый капитал. Короче, отец инвестор. Да, ты дальше сам разбейся. Тут ровно два, имей в виду. Предприниматель. Ну, чё скажешь, дружище? Я согласен, но... Надо обговорить ещё. Давай обговорю, ладно. Я не могу как-то истроговаться с ребёнком. Сильно не торгусь, а то это... Ну, тоже, да, чтобы не было. Марины не казалось, да, да. А, ну, нифига. Ну, знаешь, я первый раз в такой ситуации. Знаешь, как будто меня уже было нельзя удивить. Блядь, это мечта просто. Это вот мечта любого пацана. Просто иметь дом с вот таким огромным гаражом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё, Феррари? Прикольно, да? Да, это круто. Какая 308-я акватор-оглона? Это... Ой, как-то... Блядь, дверь открывается. Да, дверь прикольно открывается. Снимается крыша. Да, такая типа тарга. Тарга. Да, прикольно. Но состояние прям хорошее, да? Да, у него маленький пробег. 20 тысяч или 12, что-то такое. Ну, около 25. Да, минимальная цена. Минимальная? Ну, вообще, минимальная. 1,9 и сказал, минимальная цена. Хорошо. Всё, хорошо. Согласен? За 1,8 беру. Да? Да. У тебя папа учил так торговаться? Да. Ладно, давай 1,8. Окей, всё. Я, в принципе, был готов на эту сумму. Окей, ладно. 1,8. Всё по рукам. Ну, это тебе ещё предстоит научиться. Давай я проверю. Покажу тебе, как деньги заодно считать. Смотри, берёшь вот так, складываешь и поехали. Ты мне деньги, я тебе ключи, да? Никогда такого не делал. Всё, держи. Блин. Отлично. Заново. Да ладно, на уже. Ну, всё. Давай. Спасибо. С вами приятно иметь дело. Всё. Договор сейчас напишем. Дзынь. 1,8 миллиона. И тачка переходит в руке. Короче, ну, он на камеру там, понятно. Это дело, что так не может говорить. Это он сейчас с такой камерой подошёл, говорит, я, говорит, я чуть ли не плачу, говорит. Я говорю, а чё? Он говорит, я очень рад. Серьезно? Да, да, да. Я говорю, а чё ты играешь? Ну, короче, на камеру он... На камеру всё очень странно выглядит. Да, на камеру выглядит немножко кринжово. На игры на кринжово как-то, да. Это ребёнок. Ну, что он не знает. Ну, он такой камерой, он такой, надо что-то сказать на камеру. Вот. Он сейчас с к нам подошёл, говорит, я, чуть ли не плачу. Здравствуйте. Это короче комната, ну вот вспомните свое детство, вспомните свою комнату и вот эту. Мы с отцом построили 900 лошадок из Детройта. Бампер валяется. Кармоновый бампер, да? Это бампер от Альтеза, на который Дамир разбился в Сочи. Вау, вот это постановка и минус колесо, е-мое. Он его восстанавливает, не знаю зачем, хочет продать, наверное. Ты продать его хотел, да? Ну, я думал, Альтезу потом поставить. Это твой прям личный шлем? Да. А у тебя есть свой личный шлем? Нет, конечно. Черепаха. У меня тоже была черепаха один день. А потом я что-то нашел под батареей и у нее шея вот так высунулась. Мои соболезнования. Я купил майки на Валбрисе за две с половиной тысячи десять штук. Это в двадцать первом году было. И я с каждого пилота брал роспись вообще. Правда, они уставали на десяти футболках расписываться, но все равно. Я расписался и потом их продал. А сколько тебе лет было в двадцать первом году? Восемь. Сколько ты заработал в восемь лет? Двадцать тысяч. Вот когда в магазинчике маленьком подавал всякие разные шампуни, мыло, вот. И после этого... Что за маленький магазинчик у тебя? Я тут в поселке выставлял коробки, на коробках разные вещи, я их просто продавал. А, я понял, мыло, короче, из отеля. Да, 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 да. Ну кто-то смеялся над ним, кто-то, допустим, потом привыкли, что у него есть мыло хорошее, шампунь хороший. Ну реально люди такие, типа, а есть мыло? Тебе он говорит, да, есть, там, выходил, продавал. Слушай, блин, знаешь, даже меня это мотивирует. Я сейчас такое слушаю, то есть, ну меня десятилетний ребенок мотивирует, понимаешь? Чтобы я такой, ах, вот так можно, типа, рассуждать, ну это прям очень круто. Ты что будешь по ней делать? Какие у тебя мысли? Надо подумать будет, я прям ставлю список того, что нам нужно сделать. Сначала, да, до конца. Вроде бы она едет, но внешка это самое главное, в любом случае, я думаю. Ну как скажешь. Ты же сам мне сказал, что ты хочешь стать блогером, да? Федю на езду, и мы с ним сделали вместе канал, а потом я что-то захотел, чтобы у меня, типа, у меня свой тоже был канал, вот и все. А у тебя сейчас уже прям полноценный канал есть, да? Да, да, да. Ну как называется? Мой? Мигл Скарс. Мигл Скарс. Мигл Скарс. Назови, короче, я тебе так советую, вот как, как, у меня канал Жекич Дубровский, назови Лука Мигаль. И вообще, звучит, прикинь, Лука Мигаль, очень круто. Жених, короче, это... Не-не-не, я что умею, этому и пытаюсь научить, понимаешь? Вот, это единственное, что умею, вот. Я говорю, да, как делается медийный бизнес, так скажем. Газ, газ, газ. И все тут точно нормально. Ой-ой-ой, на что я подписываюсь. В принципе, я подал машину, я могу вообще, типа, поехать домой и все. Ты видишь что-нибудь? Да. Главное, едет нормально просто. Лех, как тебе? Что-то щелкает. Уже два подкинуло. Вот интересно, когда у тебя будет 18 лет, когда ты получишь права и сможешь ездить уже по дорогам общего пользования. Вот, прикинь, к тому времени, какая у тебя уже может тачка появиться, если сейчас уже у тебя есть возможность, вот, начать зарабатывать. И прикинь, у тебя потом, вот, 18 лет, своя будет, там, машина какая-нибудь крутая. Я не хочу новую тачку. Не хочешь новую? Не. Какую хочешь? Ну, какую-нибудь, что-нибудь GD, что-нибудь связанное с GD. Да? Да. А что, можно гараж заедем сразу? Да. А там в гараж залетим. Можешь гараж заехать? Конечно. Меня знаешь, что смущает? Там очень дорогие коллекционные тачки стоят. Да-да-да. Ага. Страшно то, что, во-первых, там можно вообще уехать за эти стекла, во-вторых, вот коллекционные тачки. Не, ну, в целом, в целом, он справился. Все, отлично. Ну, еще чуть-чуть назад, может, чуть-чуть. Все, спасибо. Тебе спасибо вообще-то. Спасибо, да. Спасибо. Все, передай зрителям пока-пока. До свидания. Ну что, это была какая-то нестандартная вообще история, которую не должны мы были снимать. Мы такие, ну ладно, давай снимем. Я не знаю, в шоке вы или не в шоке, я в афиге. Я не знаю, что вам сказать вообще, что вы испытали, я тоже не знаю. У меня очень странные ощущения сейчас. Я испытываю вот какую-то бурю непонятных эмоций. Новый день, новое приключение. А что это вы тут делаете? Ты застолтал в рост пол. Ничего. Просто. Здрасте. Как вам челленджер? Челленджер вообще огонь. А ты же его не видел еще? Нет. У меня прям огненный. Что, едем за новой тачкой? У меня вот видите, место пустует. Я купил, впервые в жизни купил место парковочное. Вот прям мое законно купленное. Вот это тоже, но я его пока сдаю в аренду. А машин нету. Вот стриху и шкаф у меня, кладовка. Но я все уже дедом становлюсь, понимаете? Все уже. Кладовки вот начинаются, укомплектация кладовки. Хотите посмотреть? Давайте unpacking. Хотите? Что же у Жакича Тавровского кладовки? У тебя есть яхта? Нет, это вот лодочный мотор вот у меня отец купил. Вот. Вот это сама лодка. Здесь вот это вот произведение искусства. А это картинка такая. Ага. У меня отачек-то много на самом деле. Вот Rolls-Royce, вот Range Rover, там вот арбалет. Эти всякие сапоги для рыбалки. Ну короче, все прям как у деда. Себя нужно беречь, организм нужно готовить к старости. В общем, хочу сделать кладовку максимально функциональной, чтобы все было на все случаи жизни, но вот прям максимально необходимое. Вот допустим, мы едем контейнеры снимать или там прядки. И часто ни насоса, ни домкрата, ничего. Вот тут вот все у меня будет лежать. Здесь у меня будет ящик с инструментами. Здесь у меня насос, домкрат, какие-то тряпочки, полироль и так далее, чтобы машину быстренько намарафетить. Все это нужно? Когда она у меня полностью укомплектуется, я вам покажу. Давайте вместе с вами заполним эту кладовку. Так что в комментариях напишите, что мне купить. Сейчас поедем, я вам покажу, что я уже добавил в корзину. На, хочешь прокатиться на Дотге? Дотге Таретович. Давай, поехали. Дотге Таретович. Такая штука. Сейчас же, вообще, согласитесь, все живут прям в ахуе от цен на рынке, да? Я продал свой гелик, и я такой думал, ну сейчас, может быть, чуть-чуть сейчас докину, да, там, там, переконтуюсь, потом чуть-чуть докину и куплю себе новый гелик. Новый гелик сейчас стоит 30-35 миллионов. Я такой, что, блядь? Ну, понимаете, вот. Я не готов сейчас за новую тачку отдавать такие деньги. Вот пацаны поймут, да? Вот они мечтают о машине какой-то. Вот они уже почти, вот они близки к ней. Рынок просто, улетел в космос. Ты такой думаешь, блядь, да что такое? Сейчас я, знаешь, что думаю? Может быть, мне все же... Ну, так, чтоб морально мне было проще. Как раз эти деньги, вот, которые сейчас получилось из BMW вытащить, покрутить еще в других тачках, чтобы вот так вот налегке заработать, и тогда я морально смогу себе позволить какую-то новую машину купить. Потому что сейчас, ну, я говорю, я 35 миллионов не готов отдавать за гелик, блин, это жесть. Мы куда-то прибыли. Куда ехать? Не знаю. А, ну вот налево, езжай. Хинкали, хинкали. Мы ели, хинкали. Мы сидели в ресторане. А, так проехал ее только что. Где? Вот эта? Нет, нет, не эта. Там машина сзади. А, ну я понял. Ну это не похоже на машину, нет вообще ничего у нее. То есть она на ходу, да? Да, она запускается и есть, да. А, ну понятно. Внутрянка есть, внешки нету. Пошли смотреть. Е63 СМГ. Ну да, прикинь, за ту же цену, реально. Вот сколько лет прошло? Года три? Ну да. За три года все изменилось. Та вообще такая же цена. В принципе, типа тоже Е63, но вообще в другом состоянии. Погнали. Если это все собрать, это будет вроде хинкали. Хинкали. Мы ели хинкали. Мы сидели в ресторане и... Хинкали. Е63, Е63, Е63 СМГ. Эта машина четко олицетворяет собой понятие, как инфляция. Просто если, ну, у нее по техническе, типа вообще все норм, там, не лонжероны, ничего там, не подрамник, не сломало, не загнуло, то, ну, как бы, в принципе, окей. Вот это вот все, это вообще ерунда. Все это заказать, сделать, просто сейчас заказать, я тоже не знаю, какие сейчас цены. В курсе вообще, сколько это сейчас стоит? Да. Ну, на оригинале собирать внешку прям дорого. Оригинальные фары 150 будут стоить там. Каждый кузовной элемент по полтосу, может быть, по сотке даже. Ну, я очень сильно в этом сомневаюсь. Здорово. Давай, я тебе, давай, я тебе попозже перезвоню. Видно, что человек очень такой занятой. Привет всем, привет. Дела там, дела на телефоне там сидят. И чего ты мне скажешь про эту машину? Была бита. Я вижу. В 21-м году стояла долгое время. Она ездит, она катается. Она вот так же была бита или она была в... Не-не-не, она, смотри, пойдем расскажу. Здесь из того, что подсобрали, вот это заварили, усилитель, вот это поменяли. Здесь был удар по, ну, вот по вот этой стороне. Из того, что рычаг тут вкинули. Но тут еще надо смотреть. Здесь то ли от рейки шум... Не-не-не, то ли от рейки шум, то ли еще... Ну, сейчас запустим, посмотрим. И, ну, вот здесь, соответственно, получается... Ну, и забрезано, что-то тут... Глобально ее не собирали. То есть ее поставили на ход, по факту. Короче, велосипедист то ли выскочил, и человек попытался уйти от этого, и собрал еще несколько машин. Ну, я так понимаю, вот это он все по кругу покоцил. А, то есть это был велосипедист? А, ну, кстати, вот это и есть велосипедист, смотри. Вот эта ручка, ручка велосипеда, вот это он сбил, вот это педалью. Да, да, да. А это уже он вот такой, летел. Это, конечно, наши придумки, выдувки, но... Может быть. Ну, она вообще едет вовно или нет? Прокатиться. Можно прокатиться прямо вот на этом, да? Да, да, да. Да запускай. Старые добрые, с звукой вот, конечно. Смотри, ну она с желтой строчкой. Ну, она типа Edition 1. А, это... На этом же... Ну, на ковшах, то что, да, вот. А, это холодно, и тут вот, ну, надо, наверное... Ой, а что сзади? Тут запчасти. А, просто откидывали. Да, да, да. Там куски бампера, остатки, там кусок пары, подкрылок. Короче, все, что смогли в нее, зафигачить. Короче, что вам показать? Бурмистер. Этот есть, 3D нету. Проекции нету. А здесь вот, ну, есть след, но не прям дыра вот такая, как бывает. Сидухи Edition 1. Сидухи прикольные. Панорама есть, крыша есть. Ну, знаешь, прикольно. Она вроде, это, уже как бы морально устарела, но все равно. Какая по счету Ешка? Первая была серая, потом зеленая, теперь черная. А ты не прихуел ли? Ну, да, так-то прихуел. А что, хорошая машина. Мне всегда нравилась Ешка, кстати. Я когда с крузака на Ешку пересел, это был для меня вообще какой-то переломный момент вот в голове, на самом деле. Я реально, я такой, типа, нифига, я что себе мог позволить. Ну, после крузака Ешка, это вообще был топ. Кстати, на самом деле, у меня в голове даже больше тогда, короче, почему-то как-то вот это вот щелкнуло, чем даже от покупки Rolls-Royce. Я не знаю, почему так. Вообще, по-хорошему, конечно, надо эндоскоп сделать. Вот. Сказали то, что после ДТП, перед первым запуском, выкручивали свечи, смотрели эндоскоп. Якобы, задиров нет. Но я этого не проверял. Это был Кристиан Рослер. А прошлая у нас Ешка, там, Мишка какая-то. Мишка Баде, вот, собирал этот мотор. Ну, как будто этот ровнее, этот же двигатель работает, чем на той Ешке. Ну, мне так кажется. Тогда что-то было в звуке дрыг-дрыг, нет? Дрыг-дрыг? Да. Дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, да. Сейчас в луне дрыг-дрыг. Я знаю, что такие машины люди обычно гонят реально на эндоскоп, всю диагностику делают. Я не знаю, мне лень, честно. Вот, как это все делать, сейчас время еще тратить, да, на это? Я лучше, я считаю, лучше это время потратить на торт, чем вот сделать всякие эндоскопы. Знаешь, просто, и ты, как бы, просто такой, задаешься отчет, что да, ты покупаешь кота в мешке. Но за кота в мешке хочется заплатить так, чтобы не уйти в минус. Нет, ну, подожди. Нет, стоп. Начинаем четыре. Давай. Вот изначально хотели... Давай, 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 ты говоришь четыре. Вот хотели четыре. Я говорю три, например, да? Это просто начало. Ничего себе, начало. Ты даже не сказал один там, типа. Вот. Вот четыре и три, да, допустим? Так. Вот они так вместе идут друг на друга так. Так. И... На трех с половиной. И салют такой. Давай так. Три шестьсот? Нет, подожди. Я хочу четыре. На суефа скидываемся. Если я выиграю, три девятьсот. Если ты выиграешь, три семьсот. Ну, вроде, звучит выгодно. Ну, как бы, чуть и обидно, с другой стороны, азарт какой-то. Не, ну, либо мы можем просто поторговаться, я у тебя за три семьсот заберу и все. Правильно? Без суефа. Ну, так неинтересно. Ну, давай тогда так. Бля, сейчас, что же. Три шестьсот и три девятьсот. Ровно? Я сейчас сяду в ежку и уеду. Нет, три шестьсот мне морально тяжело. Три шестьсот морально тяжело. Три шестьсот и три девятьсот. Три шестьсот, это че? Ну, на триста тысяч. Ну, это прям тяжело морально. Давай, три шестьсот пятьдесят и три девятьсот. А, три шестьсот писает. И три девятьсот. Ну, как ты девятьсот. А, все, давай. Это трех или одна? Ну, как хотите. Ну, давай. А что, первые ножницы? Нет, давай сразу начинаем. А, давай. Суефа. Я выиграл. Один-доль. Мм, давай. Суефа. Суефа. Да. Все, можешь играть? Нет, подожди. Подожди, так все, два. Два-ноль. Ну, еще мы играем. А, это один раз даже? До трех побед. Нет, до трех побед. Ну, ладно, сыграй еще раз. Ну, давай, да. Ты же просто выиграешь и все. Суефа. Один. Подожди. Бля, я думал, мы до трех ходов играем. До трех побед. До трех побед. Два-два. Сука. Давай. Суефа. Да, блядь. Я уже был близок, сука. Я уже был близок. Подождите. Так что сейчас в итоге? Два-два. Да какая-то хуйня. Я уже на шаг был, видел? Уже все. Я уже думал, я выиграл. Что ты будешь показывать? Скажи, блядь. Блядь. Давай. Суефа. Сука. Аааа. Хорош. Хорош. Ааа, блядь. Это очень волнительно. Ебаня, чуть сердце не остановилось. я не знаю поздравлять я считаю что это вообще очень выгодная покупка 3650 ешка бля вообще просто 2 раза ну типа ниже рынка великий суефальщик суефальщик не наебальщик я никого не все было честно не все честно я подтверждаю ты только не уезжай пожалуйста а то мы знаем что обычно обычно в ешку садятся именно в ешку и уезжают куда-то после суефа камень-ножницы-бумага су-е-па так 21 ты чего уходишь сейчас он соберется куда сейчас он соберется подготовиться на просто понять я бы не рисковал а чё тут риска в чём не делайте так я понял тебя ну короче при повороте что-то как-то да прям ей плохо как будто колеса как-то хрустят давай не будем рисковать давай погрузим на эвакуатор и сделаем машину ну не знаю так сделка века сделка дня вот ровно я не читал гад посчитал сам вот можешь посчитать спасибо ну башню бмв бмв управлять мечтой спасибо за идеальный автомобиль эвакуатор заказать это у вас такая услуга в автосалоне да эвакуатор до дома классно в реале вложить эту машину миллион рублей она встанет где-то ну давай так я думаю встанет она в 4 500 и все и покатаемся и продадим за 6 полтора миллиона я думаю так а получится нет это вот мы еще не знаем но это только догадки завода так пишут да да нет это страховой пишет по-русски написал а я думал просто завода вообще в ноги подушка я чуть раз вижу честно говоря обычно никогда не стрелял в ноги да сколько мы машин видели это типа коленки чтоб не сломать да нет на самом деле я в ешке один раз чуть не влетел прям жестко а знаете почему потому что у ешки без дурацкая система когда ты перестраиваешься другую полосу начинает тормозить и уводить тебя и мне нужно было резко влево перестроиться тут машина была я короче но я понимал что я успеваю эту газ пол начинаю перестраиваться она тормозит блять тварь думаю что меня не убило то есть дело не во мне даже а вот в машине если бы ты включил поворотник то она бы тебя пустила а да да но вот это не убьет сейчас ну пока да вот это да Ох, давно мы так с тобой, знаешь, не выбирались за какими-то непонятными ведрами. Ой, я уже забыл это ощущение, правда. Ну знаешь, ведро-то тоже не хилое такое. Ну да, у нас уже ведра, как будто, знаешь, планка по ведрам такая поднялась. Ну типа, ешь-ка, ведро какое-то купили вообще так на похуях. Вот, это мне нравится, вот это ощущение, конечно. О, работает! Сигнал работает, я на подушку так нажал. Потому что она запущена. Че вы тут делаете? Мы прячемся, боимся. Мы гадаем. Мы вас ждем. Мы уже хотим на Цюзико скидываться. А че? А че у вас тут происходит? Ой, как много всего у вас здесь происходит. Сейчас я живет. Все-все снимают. Привет, Степа. Привет. Как дела? Нормально. Что там? Там есть автомобиль, который надо делить. Он на эвакуаторе приехал, да? Вот эвакуатор я видела, машину нет. А, давайте поиграем, поможем Жене-путешественнику починить его новый автомобиль. Вадим как будто подглядывает. Вадим смотрит, да. Вадим уже четыре раза смотрел. Я не подглядываю. Вадим смотрит конкрет, я вижу на его взгляд засмотреть. А-а-а-а… Вадим жук. Вадим жук. Вадим жук. Вадим жук. Позвольте, вот это? Это так хорошо. О, да. Только что все было хорошо. Уже сейчас стало хорошо. А да, прикольно. Бега, откуда у вас столько? Это еще не все Сколько? Чего? Денег 3650 Да ладно? Да Сейчас, я так понимаю, это Я просто, у меня реально тоже дилемма, вопрос Че, кто будет восстанавливать? У нас просто есть два технических канала, которые связаны с техничкой автомобилей Мастерская и девчонки Давай, Дим, голосуйте Тык-тык Я просто, знаешь, о чем Думаю, что это будет очень долго Думаешь? Так или иначе, вот это все Надо будет покупать и красить, правильно? Кто у нас покрасит в заводской матовой цели? Нет Вот девчонки сейчас снимают контент Где они преображают И тачку, и Образ человека Я 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 бороды то есть видел такое вообще кстати посмотрел давайте цвет сложный сложная красить лак сложный это полумат как у меня знаешь самый косяк здесь не повернешь не повернешь да иначе оставит глянцевая здесь да это только перекрас то есть это вот так вот и и и по жопу вот так ой-ой-ой рейка под замену скорее всего мотор рейки буксует по 6 по шестерне по гребенке вот она и тарахтит короче по факту на самом деле тут работы на 5 часов если не считать лобовое ступло я не знаю я это не верю по мне так это два месяца если у нас будут все запчасти короче мы решили так в общем на мастерской выходит восстановление этой машины а у девчонок выходит преображение и машины там как-то ну какой-то не знаю там тюнинг шмунинг и плюс еще мое преображение вот не знаю возможно я буду с волосами возможно еще как-то ну вообще мне кажется это прикольно посмотреть всем на смену моего имиджа заготовка тачка заготовка я деньги не проблема вот разосторонняя команда видишь да можете просто брать меня полностью и переделывать вернут меня в какой-нибудь там 2005 уберут зубы растят волосы только давайте реально без татух а то сейчас будете реально татуаж волос мне делать все ладно офигенная история получилась я считаю у которой есть продолжение все смотрите это продолжение вот там всем пока и и Продолжение следует...